Всем привет! Меня зовут Елена Никитенко, главный редактор журнала Автомир Казахстан. Сегодня мы с вами на Ибице вместе с обновленным Lexus RX. Пройдемся сразу немножко по обновлениям, чтобы представлять, что изменилось в этом автомобиле сегодня. Обратите внимание на оптику. Оптика стала чуть уже, чуть злее. Автомобиль должен являть собой агрессию. Делает он это или нет, решать вам. Решетка радиатора та же самая, веретенообразная, с чуть-чуть измененными ламелями, назовем их так. При этом выглядит она дерзко, зло и очень интересно. Придает автомобилю спортивный вид. Пойдемте дальше. Что у нас сзади? Сзади у нас также измененная задняя оптика, которая стала чуть уже, чуть интереснее и чуть злее. В принципе, это идет красной линией в дизайне экстерьера. Автомобиль должен выглядеть максимально агрессивно. Также выштамповки на багажнике практически повторяют форму решетки радиатора, веретенообразной, чтобы в принципе дополнять общий стиль автомобиля. Ну и легкой линией по всему кузову идет хром. Подчеркнута сабля на багажнике, подчеркнута линия заднего бампера. Все сделано для того, чтобы придать общую интересную стилистику кузову. Итак, по обновлениям экстерьера мы кратко пробежались. Пора заглянуть в салон. И первое, что нам бросается здесь в глаза – рулевое колесо, которое никак не изменилось. Так же, как и содержание приборной панели и ее дизайн. Но вся соль здесь в другом. Все изменения Lexus RX в салоне сосредоточены в основном на центральной консоли. Начнем с монитора. Модного нынче выступающего большого монитора, который теперь расположен ближе к водителю и пассажирам, и который стал сенсорным. Теперь все функции в нем можно как нажимать пальчиками, так и дублировать все свои нажатия при помощи тачпэда под правой рукой водителя. В принципе, это очень удобно, только нужно привыкнуть. Что же проще – нажимать пальчиком в монитор или работать тачпэдом? Также на центральной консоли мы видим нишу для мобильного телефона. Причем я говорю не о беспроводной подзарядке, которая уже, в принципе, привычное дело в Lexus. Мы видим интересную прорезиненную глубокую нишу для мобильного телефона, в которую вы можете просто положить свой девайс и не бояться, что он у вас начнет летать по салону при вашем экспрессивном вождении. Кроме того, салон обзавелся шестью USB-портами, которые вы можете использовать для подключения телефонов, подзарядки и так далее. Ну и, собственно, той самой беспроводной мобильной зарядкой, про которую мы уже упоминали. Но одно из самых важных обновлений, которое бесспорно понравится всем, кто не может жить без своих телефонов – это интеграция Apple CarPlay и Android Auto в медиасистему. Теперь вы без проблем можете подключить свои телефоны к автомобилю, использовать любимые приложения, навигацию, слушать любимую музыку, в общем, все, что вашей душе угодно. Ну и раз мы уже начали разговор об интерьере, предлагаю вам посмотреть еще один шикарный вариант интерьера от Lexus. Это версия F-Sport, которая выглядит не только дорого и богато, но и очень красиво. КОНЕЦ Сегодня на Ибице мы встречаем не только обновленный RX, но отмечаем 30-летие всего бренда Lexus. И ради такого случая компания выставила весь модельный ряд, ну в данном случае RX, потому что все-таки ключевой моделью здесь будет он. Знакомьтесь, вспоминайте, Lexus RX 1998 года, первый премиальный кроссовер в мире. Следующее поколение 2005 год, 2009 год, 2015 год, 2018 год и наше с вами обновление 2020 года, которому и будет посвящен, собственно, весь этот выпуск. Итак, интересный момент. Некоторые из автомобилей, представленных здесь, уже музейные экспонаты. Но мы-то с вами знаем, что на дорогах Казахстана до сих пор можно встретить и в огромном количестве практически каждый из представленных здесь кузовов. И еще интересный момент. Опять же, каждый из представленных здесь автомобилей когда-то нес в себе самые инновационные и продвинутые решения для своего времени. Lexus и гибридные технологии – это единое целое. Каждый год большой департамент работает над тем, чтобы каким-то образом улучшать уже существующие технологии, придумывать что-то новое, привносить изменения, которые позволят снизить расход топлива, улучшить динамику автомобиля и все прочее. Сейчас на токийском мотор-шоу Lexus покажет уникальный концепт, о котором пока нельзя говорить, но вы увидите все это сами. Пока же нам четко пообещали, что к 2025 году практически все автомобили Lexus будут оснащены одним из вариантов гибридных технологий. Просто бензиновых моделей не останется вовсе. Версия Lexus RX с двухлитровым турбомотором будет весьма интересна на казахстанском рынке, потому что ни у одного из премиальных конкурентов пока еще нет подобной комплектации. Мотор, который будет давать адекватные динамические характеристики, хороший расход топлива и в том числе низкий налог. Это интересное предложение, которое должно сыграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Lexus RX 350L. Модификация не слишком востребована на нашем рынке в предыдущей версии. Может, потому что семиместная, может, потому что чуть добавив, можно купить более дорогую версию. Не знаю, но эта версия будет также у нас. Какие ключевые особенности? Третий ряд сидений и удлиненная база. Автомобиль стал на 11 сантиметров длиннее и теперь хвастается кругленькой цифрой. 5 метров длины. Задние сидения раскладываются автоматически при помощи электроприводов и имеют свой очень крутой блок климат-контроля, который позволит сделать сзади прямо свою персональную атмосферу. Ну и хороший плюс, который оценят те, кто будут находиться на заднем третьем ряду, это плюс 95 миллиметров, место для ног. Теоретически это позволит сесть чуть более комфортно. На ходу это все тот же Lexus. Мягкий, плавный, без резких движений, без тряски. Такой корабль, скажем так. Ну, это привычное поведение любого премиального автомобиля на дороге. Здесь же все еще более комфортно. Японцы поставили новые амортизаторы, которые обладают некими виброгасителями, назовем их так. Они поглощают все микровибрации от дорожного полотна и не дают им передаваться ни на руль, ни на сидение, ни куда-либо еще, где вы можете это почувствовать. Плавный разгон, плавное ускорение, все максимально плавно. Ну, наверное, в этом и есть определенная суть бренда Lexus. И это же мы поняли, когда прокатились на музейном экспонате LS400, который оставил себе безумно приятные впечатления. Автомобиль 90-го года был пригнан сюда действительно из музея и очень долго его не хотели давать в управление журналистам, боялись. Но в итоге интерес взял свое и нам разрешили сделать пару кругов по Ибице на раритетном уже автомобиле. Там совсем другие впечатления, совсем другой автомобиль. Но суть осталась – это плавность хода, это сидения, которые больше похожи на диванные кресла, очень мягкие, комфортные, которые, в принципе, вряд ли располагают к какому-то спортивному вождению. И по мне это идет немножко в разрез с яркой и агрессивной внешностью кроссовера. Ну, вот так оно есть. О качестве материалов отделки салона Lexus много говорить не стоит. Стоит просто пробежаться взглядом по салону и вы сами заметите. Кожа разных цветов и фактур, аккуратная прострочка, полированное вручную дерево. Все это тактильно приятно, мягко. И сразу же настраивает владельца на определенный лад. И даже очень тихое и плавное закрывание окон тоже вносит свою лепту в это. Наконец-то мы в Ибице, том самом известном курортном городке Европы, где любят проводить время очень-очень богатые люди. Ну и, собственно, мы здесь на Lexus, RX, все хорошо. Мы наконец-то увидели море, яхты, людей, все то, что в нашем отеле, очень нескромном, но очень-очень тихом, всего этого не было. Собственно, Ибица – это узкие улочки. Это очень много автомобилей, которые очень-очень-очень спешат и куда-то все время едут. Вот именно здесь мы смогли в полной мере ощутить на себе работу электронных помощников, которыми оснащен новый RX. Это и экстренное торможение, это и помощник при парковке, это система удержания в полосе, камеры кругового обзора. В общем, все-все-все-все, что сейчас есть в RX, все здесь работает. И нам это даже несколько раз помогло. Итак, наш тест-драйв закончен. Два прекрасных дня на Ибице в компании обновленного Lexus RX пролетели быстро. Все, что мы узнали о нем, попытались донести до вас. В Казахстане новый RX будет доступен уже с ноября 2019 года. Цены будут объявлены чуть позже. Пока же, наслаждайтесь чудесными видами Ибицы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok